МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про взятку в 3 миллиарда рублей и про миллиарды долларов, убытков и репараций, а также про лекарства, которых в России больше не будет из-за войны Путина. Как он со своей командой ворует ваши деньги и ваше будущее, расскажу я, Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Пропаганда окончательно вытесняет остатки журналистики в путинской России. С одной стороны, закрывают профсоюз работников СМИ. С другой, из фонда культурных инициатив выделяют еще 625 миллионов рублей на проекты, прямо или косвенно пропагандирующие войну. Но даже качественно украсть или освоить эти ваши миллионы криворукие и черноротые пропагандисты не могут. Примеры их сумасшедших фейков и разоблачения. Дальше в сюжете. Российская журналистика умерла. Ее убил Кремль. И сегодня в России не осталось места для правды. С начала широкомасштабного нападения на Украину в России больше нет свободной прессы. Из тех, кто остался в России, ну, наверное, мы не можем говорить о том, что это какие-то независимые источники, и что они могут распространять какую-то независимую позицию. То есть даже те, кто не работают открыто, например, на Кремль, не получают из Кремля зарплату, тем не менее на них очень серьезное давление оказывает сама цензура. Институты еще со студенческой скамьи воспитывают пропагандистов. Если люди постоянно подтвергаются воздействию одной и той же контролируемой информации, это приводит к тому, что они начинают верить этой информации. Сегодня, несмотря на цензуру, речь идет не о том, как привлечь независимые СМИ в страну. Это не самая большая проблема. Самая большая проблема в том, что в России распространено недоверие к альтернативной информации из Запада или из самой Украины. С началом полномасштабной войны в Украине уровень давления на журфаке МГУ вырос многократно. Студенты и преподаватели рассказали изданию «За инсайдер», как администрация факультета запрещает говорить о войне и инагентах, урезает зарплаты несогласным преподавателям и насаждает государственную пропаганду. После 24 февраля нам открыто сказали, что в соцсетях желательно ничего не писать и никакую позицию открыто не высказывать, потому что таким образом мы якобы окажем влияние на студентов, у которых еще не могло сформироваться собственное мнение. В России охотятся на СМИ, которые могли позволить себе писать или говорить честно. На днях Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал лицензию у сайта «Новой газеты». До этого лицензию забрали у печатной версии издания. Кажется, в России не осталось одних из главных врагов Кремля – журналистов. Но чтобы зачистить даже дух правды, путинисты в лице Московского городского суда ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ. Все потому, что члены профсоюза участвовали в протестах. До этого против организации возбудили уголовное дело о так называемой дискредитации Росармии. Путин зачищает остатки журналистики, ограждая свой электорат от опасной для него правды. Зато щедро и безостановочно вливает колоссальные суммы в пропаганду, даже в условиях экономического кризиса. Вместо соцвыплат нищим россиянам Кремль спонсирует пропагандистов, которыми фактически стали многие артисты, певцы и даже спортсмены. Так семья фигуриста Евгения Плющенко колесит по России якобы в поддержку спортсменов под санкциями и продвигает имперские нарративы. Но не даром, а за бюджетные деньги. Поддержка эта не то чтобы от души. Она стоила бюджету России 50 миллионов рублей. Столько Плющенко перечислили из президентского фонда. Деньги на пропаганду берут из путинского фонда культурных инициатив. Издание «Сирена» проанализировало 172 профинансированных проекта, на которые пошел почти миллиард рублей. Оказалось, что 625 миллионов рублей кремлевцы потратили на проекты, пропагандирующие войну. Оставшиеся сотни миллионов получили те, кто прикрылся борьбой с ее последствиями. Государственный фонд поддержки культуры и искусства превратили в кормушку для пропагандистов войны. От Шивкунова до писателя Прилепина. Они уже получили миллиард, а скоро получат еще один. Но несмотря на такие суммы, пропаганда не настолько эффективна, как хотелось бы Кремлю. Российская пропаганда длительное время замалчивала факт активного продвижения украинской армии в Харьковской области. То есть, с точки зрения пропаганды вообще ничего не происходило, там какая-то перегруппировка. Но при этом большинство россиян прекрасно знали о том, что и знают, что там на самом деле произошло. К тому же российские геббельцы откровенно врут и постоянно на этом попадаются. Последний грандиозный фейк озвучила Скобеева. Путинистка показала в своей программе видео, на котором якобы королева Британии Елизавета II в молодости бросает африканским детям еду прямо на землю. Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту добра... ...словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношения Запада и англосаксов, в частности, ко всем в этом мире, кроме, разумеется, самих же себя. На самом деле, видео сняли за 27 лет до рождения Елизаветы. На кадрах показаны жена и дочь французского генерал-губернатора Поля Думера. Они бросают деньги детям во Вьетнаме. Не отстают от телепропагандистов и электронной псевдо-СМИ Российской Федерации. Так, РИА Новости и ТАСС написали о том, что президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября посетил освобожденный от российской оккупации изюм на Харьковщине. Правда, не упомянули, что город был деоккупирован в СУ. Зато остановились на нашивке на рукаве Зеленского. К рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе. Но в реальности на рукаве Зеленского эмблема 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая относится к регулярной украинской армии. А вот еще один фейк Кремля, теперь от Минобороны России. Там рассказали и даже показали уничтожение вертолетами К-52 баржи с якобы военнослужащими в СУ, которые пытались пересечь Днепр в районе Запорожской атомной электростанции. Экипаж из дальности 8 километров опустил управляемую ракету «Вихрь», ведущий по носовой части, ведомый по кормовой части надводного объекта. Минобороны России была поражена. Но фейк тут же раскрыли. Баржей с десантниками оказалась опора старого моста. Сколько бы Кремль не вливал денег в пропаганду, нелепое и откровенное вранье путинистов всплывает. Из-за санкций, из-за потери рынков сбыта, из-за ухода иностранных компаний и растущей безработицы уровень жизни в России падает. Не замечать этого невозможно. Однако государственная пропаганда при помощи ручных статистов тщетно пытается убеждать россиян, что все на самом деле, ну не так уж и плохо. Как они это делают? Разоблачаем актуальные механизмы оболванивания народа. Российский народ очень обеспокоен своим финансовым положением. Опрос, проведенный высшей школой экономики, показал, что 69% россиян не уверены в своем материальном положении. Почти 70% не удовлетворены своими доходами. И все бы ничего, если бы не одно «но». Ровно год назад тот же самый процент людей сообщил о той же самой проблеме. В целом, изменения в материальном положении россиян невелики, полагают авторы исследования. В исследовании нет ни слова о войне, или, как ее называют в России, спецоперации. Вместо путинской войны виной всему обозначают пандемию. На фоне пандемии граждане стали чаще говорить, что испытывают финансовые трудности. Мнение профессионального экономиста – за первое полугодие у россиян значительно упали доходы, что должно было повлиять на их ответы в опросе. А когда у людей падают доходы, у них, естественно, при любом опросе это вылезет. Поэтому говорить о том, что и как в прошлом, так и в этом году есть четкая фиксированная цифра людей, которые недовольны своими доходами, ну, в этом году, скорее всего, она должна была бы быть больше. Сегодня из России уходит весь иностранный бизнес. Доходы в редких случаях остаются на прежнем уровне. В большинстве падают. 1100 предприятий с европейскими брендами ушли с территории Российской Федерации. Растет безработица. Люди, которые переходят на государственную помощь, речь идет о пособиях по безработице, они формально тоже теряют 75% дохода реального. Согласно опросу крупнейшей российской компании по поиску работы в интернете, 51% медработников и госслужащих, 60% рабочих сообщают о том, что им не хватает денег для удовлетворения основных бытовых нужд. Сегодня есть целые отрасля, которые активно стагнируют. Та же металлургия, которая на сегодняшний момент сократила объем выпуска чуть ли не на 60%, на 90% сократила объем выпуска автомобилестроения. Владелец ММК Виктор Ашников заявил о небывалом кризисе на предприятии. Да и в металлургии вообще. Только 22% говорят, что им хватает денег на удовлетворение основных потребностей. А ведь это повышение цен началось еще с аннексии Крыма. Возьмем, например, сахар. Базовый продукт. Но на средний доход в 2014 году можно было купить 742 килограмма сахара песка. В 2020-м только 540. В пересчете на сахар россияне с 2014 года стали на 27% беднее. Но сегодня, во время войны, скачок цен стал более существенным. Килограмм говядины без костей подорожал с 2014 года на 75%. В два раза увеличилась цена рыбы с 292 рублей за килограмм в среднем по России до почти 600 рублей в июне 2022 года. Вместе с этим подорожали и овощи, и фрукты. Это и картофель, капуста, и лук, и яблоки. Все это стало стоить в два раза больше, чем 8 лет назад. Повседневные продукты постоянно дорожают. Никто с полной уверенностью сегодня не сможет назвать цену, которая будет через месяц на какой-либо товар. Мои любимые йогурты. Вот эти были по 36 рублей. Сейчас, сами видите, 59. Яблочки наливные. Были у нас в районе 100 рублей, 120. Сейчас, сами видите, ниже 120, нету ничего. А, ну да, 119,90, прошу прощения. Картофель, новый урожай, 79 рублей. Сойти с ума. Но продукты – это лишь одна часть от всего, что подорожало. Моя подруга в конце марта прошлого года обставляла квартиру. Она заказала тогда стиральную машину. Стиралка стоила 12 050 рублей. Сейчас та же машина стоит 26 310 рублей. Кухонный стол старая цена 2499. Сейчас 3300 рублей. Комод в марте прошлого года стоил почти 4999. Сейчас он стоит почти 5000. Повышение цен в совокупности с падением реальных доходов окажут влияние на всех в России. Если у вас отрицательный ВВП, то это значит, что у вас на эту приблизительную величину уменьшились доходы. У вас уменьшилось количество денег в карманах. В этом году даже российские экономисты говорят о падении ВВП приблизительно где-то на 4-4,5%. А независимые рейтинговые агентства говорят о 8-9% падения ВВП. Но Путин пытается скрывать от россиян реальное экономическое состояние страны, показывая более-менее стабильную статистику от подконтрольных СМИ, проталкивая правильную для него риторику через пропагандистов. Чтобы снизить недовольство инфляции, власти даже стали разгонять тезис об опасности снижения цен. Действительно, низкие цены – это страшная угроза. Хуже, наверное, только высокая зарплата. Но как бы Путин ни старался, все видят, что цены стали для некоторых неподъемно высокими. Людоедская политика Кремля приводит не только к тому, что цены растут и сбережения у народа заканчиваются. Из-за войны в Украине Россия уже лишилась доступа к лекарствам нового поколения, которые разрабатывают международные фармацевтические компании. Это значит, что простые россияне не смогут получить около 300 передовых препаратов, которые вообще-то, как предполагалось до кровавой авантюры Путина, должны были спасать жизни детей и взрослых. Однако теперь про это можно забыть. Еще одна иллюстрация того, как Путин уничтожает и свой народ. Это последние кадры жизни Геннадия Георгиевича из Красноярска. Он умирает от рака. Скончался, мучаясь от удушья. Не запускайте рак, лед. Следите почаще за своим здоровьем. И каждого четвертого россиянина по статистике рано или поздно ждет такая же медленная и мучительная смерть. Шанс на спасение давали инновационные западные лекарства. Через 10-15 лет ожидают таки вытаскивать из того света даже самых безнадежных больных. Но этот шанс у россиян отняли. Отняли путинские преступники, напавшие на Украину. Крупные фармгиганты сворачивают активности в России в любом случае, сворачивают прежде всего в части инновационных лекарств. Они разрабатывали около трех сотен революционных препаратов. И не только от рака. Тяжелые автоиммунные заболевания, поражение мозга, гепатиты, ВИЧ-инфекция, орфанные и даже генетические заболевания. Все это может остаться в прошлом, но в цивилизованном мире. Но исследователи Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова шокировали. Россияне останутся за бортом прогресса. Вообще, тема с фармкомпаниями, наверное, самая чувствительная. Одно дело рестораны, машины, одежда и совсем другое лекарство. Потому что остаться без лекарств, конечно, гораздо страшнее. Глобальные производители лекарств, включая Янсен, Вартиз, Файзер, с весны приостановили проведение новых клинических исследований в России и набор новых пациентов в текущее испытание из-за начала военных действий в Украине. А без завершения клинических испытаний в России регистрация препаратов невозможна. Число одобренных Минздравом исследований начало заметно сокращаться во второй половине года. За июль-август министерство выдало 97 разрешений, что на 24% меньше год к году. На международные компании приходится около 17,5 полученных разрешений, хотя годом ранее они занимали 50,8%. Чиновники, конечно же, проверяют, мол, все импортозаместим. Но специалисты призывают их спуститься на Землю. По сложности фарм-отрассы, она сопоставима с космической отраслью. Только здесь не макро-уровень, а нано-уровень. Поэтому сделать что-то очень быстро, создать все, что было разработано во всем мире, куда были вложены десятки и сотни миллиардов долларов, это фактически невозможно. Десятки страшных диагнозов могли больше не звучать как приговор. И если бы только команда Путина не ценила свою власть выше жизни россиян и не вторглась бы в Украину. Отсутствие инновационных лекарств, именно новых, которые сейчас появляются, их не выход на рынок, либо очень большая задержка с выходом на российский рынок, конечно, это станет заметно для тех, кто страдает серьезными заболеваниями. Российские разработки в этих направлениях пока единичные. Российским фармакологам пока со скрипом удается заменить даже банальные препараты прошлого века. Наша фарма, наоборот, не развивалась, не пыталась конкурировать западно. А что уж говорить о лекарствах с завтрашнего дня? У нас и до того было не очень с новыми разработками. То есть за одним таким маргинальным исключением нет ни одного препарата, разработанного в России, который был бы зарегистрирован на рынках США и Европы. Даже воспроизведение выведенных на рынке лекарств, создание простых низкомолекулярных веществ потребует 3-5 лет, а сложных биомолекул до 10 лет без гарантии на успех. В итоге власти обрекают Россию стать рынком дешевых и малоэффективных копий лекарств. Мы видим, что есть задача уже не наполнить рынок какими-то прорывными препаратами, а напротив, уже сделать этот рынок дешевым, дженериковым. Вот такие теперь цели стараться. Опять же, по более высокой цене, чем это было бы раньше. А ведь всего один день преступной войны против Украины стоит России около 400 миллионов долларов. Сколько десятков тысяч россиян можно было вылечить? У них Путин отнимает жизнь сегодня, а у вас шанс на спасение в будущем. В системе, которую построила в России кучка престарелых дружков, почти не остается места честным людям. Сотни тысяч россиян эмигрируют. При этом самые отъявленные коррупционеры, наоборот, остаются и просто зубами цепляются за свои кормушки. История, которую мы покажем дальше, является приговором для всей системы. Она о том, как депутат, который попался на взятки в 3 миллиарда рублей, продолжает держаться за такое прибыльное для него кресло. Так вас еще не обворугывали. Рекордная взятка России 3,5 миллиардов рублей. Да это же минимум 714 килограммов кэша. Спустя 11 лет следствия их обладателя таки приговорили. 10 лет строгого режима и штраф на 500 миллионов рублей. Но осужденный на суд просто не пришел. Говорит, дел много. Его адвокаты объяснили неявку с занятостью депутата и ранее запланированными рабочими встречами. Кому же позволено и вытянуть из карманов россиян столь жирный кусок и столь хамски посылать суд? Знакомьтесь, Вадим Белоусов, депутат Госдумы. Занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых парламентариев. И правда, занят, не поверите, пытается избраться главой Удмуртии. Работа депутатов заключается в принятии справедливых законов, а не в раздаче бесполезных подарков. Да, в путинской России человек, годами подозреваемый в баснословной взятке в 3,5 миллиарда рублей, может спокойно стать кандидатом на важный пост. И даже приговор суда не помеха. Глава ЦИК заявила, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов главы Удмуртии. Эта история просто квинтэссенция абсурдного цинизма, наглости и безнаказанности путинских элит. На какие ухищрения шел Вадим Белоусов, чтобы избежать возмездия? Как он сумел сорвать такой куш? И кто его прикрывал? И сядет ли он таки за решетку? Не пропустите. В нулевых Белоусов вместе с семьей Михаила Юревича создали одно из мощнейших макаронных предприятий. И спелись с единороссами. В 2010-м Юревича назначают губернатором Челябинской области. Его фишкой тут же стали ремонты дорог. Он даже называл это дорожной революцией. А при Путине, чтобы серьезно устроиться, нужно иметь крышу в Госдуме. И давний бизнес-партнер губернатора Юревича Вадим Белоусов получает проходное место в списке единороссов. Хочется жить долго и работать на благо людей. Это цель моей жизни и политический принцип. Партии, в которой я состою. Партия Единая Россия. Белоусов получил неприкосновенность, и щедрые федеральные дотации полились в Челябинск рекою. Вот есть у нас дорожный фонд 9 миллиардов 400 миллионов. Все, вот эти 9 миллиардов 400 миллионов будут в области потрачены на строительство дорог, мостов и благоустройства. Так что дорожная революция продолжается. Единоросс-депутат Белоусов деньги выделял, а единоросс-губернатор Юревич осваивал. Ну, не за спасибо, конечно. С 2011 по 2015 депутат контролировал компанию Юж-Урал-Автобан. Именно через нее, по версии следствия, вывели рекордную взятку – более 3 миллиардов рублей. Белоусов, используя депутатские связи, выбивал деньги на эти работы в Москве. А в Челябинской области эти средства доставались компании Юж-Урал-Автобан, которая безальтернативно выигрывала торги в обмен на откаты. Бюджетами на дороге Белоусов гордился особо. Мосты хорошо, когда устроят большие длинные мосты, длинные дороги, очень большие деньги тратятся. Действительно, особенно если эти большие деньги тратятся на твою фирму Юж-Урал-Автобан. С 2011 по 2015 год компания, согласно данным госзакупок, действительно сильно увеличила портфель госконтрактов с 5 до 325. А общая сумма по ним превысила 21 миллиард рублей. Другие участники сговора тоже платили щедро. Так и собралась рекордная сумма в 3,5 миллиарда, считают следователи. Уголовное дело против депутата тянется и с 2011 года. С 2011 года Белоусов ходил под статьей. И ничего, ну, видимо, депутат-коррупционер в России – это норма. Кстати, в перерывах от выделения денег прикормленным фирмам парламентарий занимался действительно важными для народа вещами. Я считаю, что я много там старался и делал. Например, пытался регулировать полеты пчел. Да-да, вы правильно услышали. Хотел бы обратиться к теме пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующей их деятельность. Два законопроекта от оппозиционных партий были отклонены Минсельхозом. Надеюсь, законодательный процесс в этой области все-таки будет завершен. Что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям занимающимся производством меда. Это позволит получить больше полезной и вкусной продукции. Спасибо за внимание. Это шутка. Но коррупция, как бумеранг, ударила по самим же дельцам. На хорошую ливневку после всех откатов денег, видимо, не хватило. Поэтому Челябинск просто затапливало. О-о-о, не заглох даже. Возможно, скрывать воровство уже было не под силу. Из 2018-го с Белоусова таки снимают неприкосновенность. А возможно, просто возникли проблемы с крышей. Парочка Белоусов-Юревич вышли из Единой России и перешли в справедливую Россию. Кто знает, а может, если бы не разошлись они с единороссами, так никто бы и не узнал о рекордной взятке. Но в СИЗО парламентарий не пошел. Нашел хитрую отмазку. Мол, нечего целого депутата отвлекать какими-то там арестами. И суд согласился. Дальше Белоусов показал просто высший класс наглости. Подал законопроект, который мог спасти его от тюрьмы. Сейчас открыть дело против депутата можно только с разрешения его коллег. А он предложил прокурорам еще раз добиваться одобрения Думы. Еще и перед отправкой дело в суд. Это прямой конфликт интересов. Также начал оправдываться, мол, его подставили. Якобы они уносили деньги. Якобы они вам принесли деньги. И эти деньги вы якобы взяли и перевели на какой-то счет. Куда я их потратил? Не знаю. Не говорят, куда я их потратил. Я показываю, куда эти деньги делись. Купили там машины, квартиры, которые похищали эти деньги. А кто, по-вашему, эти деньги-то похищал? Я еще раз говорю, вишенка такая есть. Мол, деньги уграл не я, а у меня. В паблике защита депутата настаивает, что 3,5 миллиарда рублей, которые вменяют ему в качестве взятки, на самом деле были похищены предпринимателем Сергеем Вильшенко, владевшим на тот момент Юж-Урал автобаном. При этом фирма с 2011 по 2015 год якобы принадлежала самому Белоусову, затем Вильшенко, который скрылся из страны, получив греческое гражданство. А дальше срочно подался в кандидаты на главу Удмуртии. Хотелось бы, чтобы часть этих денег не шла больше на доходы трудящихся, во-первых. Возможно, чувствует, что все равно его не посадят. Впереди еще долгая апелляция, и в сентябре он еще может успеть заполучить кресло. Выходит, укравший у каждого россиянина 3,5 миллиардов долларов, нагло не приходит в суд, дважды избирался в Думу, избежал СИЗО из-за депутатской власти и ей же злоупотреблял, чтобы избежать наказания. Да еще и настроен снова занять жирный пост. Кстати, финальный аккорд всего этого театра абсурда. Конкурент Белоусова на выборах от КПРФ Александр Сыров тоже под следствием. Подозревают неуплату налогов на 41 миллион рублей. И все делают вид, что ничего не замечают. А главный виновник – путинская система несменяемости и вседозволенности элит, которые становятся все циничнее, все нахальнее и все оторваннее от проблем простого россиянина. Своей войной Путин лишает денег и будущего россиян. Это уже, думаю, для всех очевидный факт. Однако эта война, конечно, в первую очередь наносит убытки именно Украине. И Украина все свои потери считает. Инвентаризирует все разрушенные дома, дороги, мосты и многое другое, что уничтожает российская армия. И за что рано или поздно придется платить простым россиянам. Как выглядит промежуточный чек на восстановление Украины? Показываем в сюжете. Российские ракеты ежедневно уничтожают украинские города. Эксперты Киевской школы экономики вместе с офисом президента и правительством Украины посчитали, что прямой ущерб Украине Россия нанесла уже почти на 120 миллиардов долларов. Есть определенные механизмы исчисления нанесенных убытков. Как правило, это делается в рамках европейских технологий. Это будет впоследствии основанием для подачи соответствующих исков в европейские суды для возмещения российской стороны нанесенных убытков. Больше всего от боевых действий пострадал жилищный фонд. За шесть месяцев полномасштабного вторжения России в Украину армия РФ уничтожила как минимум 116 тысяч частных домов и более 15 тысяч многоэтажек на почти 50 миллиардов долларов. Эта ванная вот была, разбита стоит, там кухня стояла, здесь стол, все погорело. Ущерб украинской инфраструктуры нанесен на сумму более 35 миллиардов долларов. За полгода в ходе боевых действий было уничтожено более 300 мостов и мостовых переправ. 25 тысяч километров дорог. Повреждения получили 19 аэропортов. Ни для кого уже не секрет, что русская армия не имеет ничего святого. Так что свои ракеты она пускает даже по украинским школам и садикам. Стена, она лежит вся там внизу. Это же здесь учился класс по преподаванию целого ряда предметов на русском языке. За это время было разрушено или захвачено 2290 учебных заведений на сумму почти 4 миллиарда долларов. А медицинские заведения российская армия разрушила на 1,6 миллиардов долларов. В эту сумму входит около тысячи учреждений здравоохранения. Оккупанты не стесняются разрушать даже церкви. За мной церковь, принадлежащая Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Они даже храмы, которые себе присвоили, уничтожают. У них нет ничего святого. В общей сложности российская армия уничтожила почти 1200 таких культурных сооружений религийного, туристического или спортивного значения на 1,3 миллиарда долларов. Ущерб, нанесенный украинским предприятиям и промышленности, оценивается в сумму 9,5 миллиардов. Повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 400 предприятий. Почти 44 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, около 2000 магазинов. Из-за разрушений предприятий и сельскохозяйственной отрасли украинская экономика понесла косвенные потери на сумму в 130 миллиардов долларов. Дело в том, что убытки, нанесенные промышленному предприятию, это не только убытки, связанные с нанесением повреждений техники, оборудованию, строением. Это еще и убытки, нанесенные, например, людям, которые там работали, то есть недополучение прибыли. Это и прекращение деятельности бизнеса. Чтобы восстановить все эти объекты, Украине необходимо минимум 200 миллиардов долларов, в то время как для полного восстановления экономики необходимо 750 миллиардов долларов. Пока Россия не обникнула бомбардировки крылатыми и остальными ракетами, которые у нас есть в украинских городах, понятно, что чек будет увеличиваться. Где же взять эти средства? Вариант первый – это полностью победить оккупанта, довести Россию до капитуляции и заставить платить репарации. Впрочем, учитывая, что власти России абсолютно бесчестны, надеяться на соблюдение норм международного права не стоит, считает политолог Артем Бронжуков. Россия все-таки является де-факто, пока еще не признанным официально государственным террористом, который не соблюдает международные акты, международные договоры. Поэтому, чтобы быть до конца реалистами, нужно понимать, что Украине важно искать альтернативный тип получения российских денег для надстройки. Именно поэтому сегодня украинские эксперты и международные партнеры работают над механизмом передачи замороженных средств и активов российских олигархов для восстановления Украины. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Европа. И на сегодняшний момент объем общих российских денег оценивают почти в полтриллиона долларов. Справедливость всегда побеждает. Так что, как бы там ни было, россиянам придется платить за все убытки, которые их армия нанесла украинскому народу. Это была программа «Ваши деньги» про тех, кто делает россиян беднее, воруя и спуская миллиарды на войну. Смотрите нас по вторникам и пятницам в эфире телеканала «Фридом в 16.30» и в интернете в любое время. Ютуб-канал «Грощи». Подписывайтесь и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин